Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы обратимся сейчас к 18 главе книги пророка Иеремии. 18 глава начинается совершенно поразительно яркой историей, таким своего рода действием, которое Бог просит Иеремию совершить, для того, чтобы проповедь пророка, чтобы то откровение, которое Бог пророку дает, стало для нас предельно наглядным и доступным. Ну вот он говорит Иеремии, встань и пойди в дом горшечника, в мастерскую, где горшечник делает какие-то вот керамические сосуды. И Иеремия приходит в дом горшечника и видит, что тот на гончарном круге что-то такое создает, какой-то сосуд, и видит, что, ну, что-то там, что-то пошло не так. Сосуд развалился, оказался несоответствующим замыслу горшечника, недостаточно прочным, развалился на куски. И этот самый горшечник, ну, что, взял глину, глина-то хорошая, уже готовая, в должной степени увлажненная, замешанная, все прям бери и лепи. И вот горшечник, значит, взял это все, скомкал снова в новый комок и заново на гончарном круге делает другой сосуд. Вот он хотел сделать, не знаю, там, вазу, а будет делать миску. Ну, да, увидел это Иеремия. И Слово Господне в этот момент обращается к нему и говорит страшную вещь. Не могу ли я поступить с вами, Дом Израилев, подобно этому горшечнику? Потому что вы как глина в моей руке, и сосуд, который я пытался сделать, он разваливается. С вами ничего не вышло. Не могу ли и я поступить с вами так, как горшечник поступил с глиной? Потому что, кажется-то ведь, что народ Божий избран за особые заслуги, за какие-то особые качества, что обетования Божьи даны ему потому, что он по праву может претендовать на эти благословения и так далее, и тому подобное. Понимаете, вот это вот бесконечное верещание, лживое на самом деле, про то, что мы народ богоносец, вот оно в каждом народе богоносца до добра никого не доводит. Потому что Бог имеет право поступить с неоткликнувшимся на призвание народом, или с предавшим это призвание народом, так как горшечник с глиной. Бог вправе это сделать, потому что он собственник народа, потому что он владыка. В конце концов, глина не будет переделывать своего горшечника. И дальше Господь говорит, иногда я и говорю о каком-нибудь народе, что искореню сокрушую, погублю его. То есть ровно о том, что я имею право из того материала, из которого не удалось сделать народ Божий, а сделать что-нибудь другое. И никто не знает вообще, сколько раз такое рода попытки предпринимались. Но Господь говорит о том, что на самом деле я иногда это и говорю, но если народ обратится от злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. Таким образом, суд Божий заключается не только в том, что кара отвешивается на весах в соответствии с тяжестью проступков, но Господь предупреждает обо всем заранее, чтобы люди могли обратиться от злых дел, обратиться от злых дел, и тогда будет отменено наказание. Но и наоборот, если Бог обещал утвердить и устроить какой-нибудь народ, но они будут делать злое предачами Божьими, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Таким образом, кара или благословение Божье, благодеяние от Бога или сокрушение зависит от того, как мы себя ведем, что мы выбираем, как мы поступаем от нравственного облика людей. Это чрезвычайно характерная и важная деталь для библейского откровения. Теперь, дальше, Господь, естественно, делает вывод, поэтому скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас, поэтому обратитесь к каждой от злого пути своего. Снова и снова речь идет о том, что все предупреждения и угрозы, исходящие из уст Божьих, они даются для того, чтобы люди изменили свою жизнь. И если они ее изменят, то эти угрозы отменятся, отменятся. Коллизии, которая при этом возникнет перед лицом пророка, посвящена такая более поздняя книга, которую называют книгой Ионы. Здесь же эта тема только совсем чуть-чуть вскользь затронута. Ну и потом пророк говорит о вполне реальном Иерусалиме и жителях Иерусалима. Они говорят, не надейся, мы будем жить по своим помыслам, будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. Вот таков по факту выбор. Не на словах, а именно по факту выбор жителей Иерусалима. Будем поступать каждый по упорству злого сердца своего. И дальше снова в поэтической форме Господь говорит, спросите между народами, слышал ли кто-нибудь подобное сему. Вот все в мире построено на какой-то надежности. Оставляет ли снег ливанский скалу горы? Иссякают ли текущие прохладные воды? Все в этом мире зиждется на каком-то постоянстве. А народ мой оставил меня. Они кодят суетным. Таким образом, для Господа и для Иеремии тоже это прямо нарушение основ мироздания, то из-за чего поколеблено все здание природы, буквально. Они споткнулись на путях своих, чтобы ходить по стызям пути непроложенного. здесь Иеремия предлагает нам сопоставить путь к Богу, который он называет проложенным, протоптанным, тот путь, который дал сам Господь. И все остальное, все остальные пути, про которые никто ничего не обещал. и про которые поэтому нет оснований говорить, а приведут ли они к Богу. Во второй половине XX века и, конечно, в XXI тоже, во время такого своеобразного антирелигиозного синкретизма, когда людям хочется из разных религиозных традиций смешать в кучу чего-нибудь разное, желательно полегче и поудобнее. Вот этот разговор о пути, ведущем к Богу, он возникает регулярно в самых разных контекстах. Потому что, скажем, путь к Богу, предложенный к Христу, он гораздо сложнее, потому что он требует, скажем, любви к ближнему. Гораздо уютнее вместо любви к ближнему сделать, как это называется, заслон вокруг пупка, дышать через разные непредназначенные для этого части тела и, значит, вот видеть свет в конце туннеля, входить в какие-нибудь мистические состояния. Но это непроверенный путь. Бог не звал нас идти по нему. И вот Иеремия на самом деле видит этот очень современный конфликт. Есть масса путей приятных, интересных, даже иногда почтенных, увлекательных, там, где все будут восхищаться твоей глубочайшей духовностью, наведут ли пути к Богу, никто не знает. И скорее нет, чем да. И есть один путь, который заповедовал сам Бог. Вот эта разница единственного пути, о котором Господь Иисус говорит, я есть путь истинной жизни. И всего остального это в данной части 18 главы очень важная вещь. Они будут ходить по стезям пути непроложенного. Это значит в первую очередь, что вместо того, чтобы исполнять закон Божий и соблюдать в том числе заповеди закона, касающиеся жертвоприношения и прочих проявлений благочестия. Израильтяне и Иерусалимляне предпочтут служить вагалам, потому что там надо только приносить жертвы и больше ничего. Жертвы, правда, чудовищные и кровавые, но зато никаких заповедей. И вот это и есть путь непроложенный. И поэтому земля сделалась ужасом и всегдашним посмеянием. Ужасом и всегдашним посмеянием. Дальше в тексте книги такая прозаическая вставка, где говорится о том, что современники Иеремии сказали, пойдемте составим замысел против Иеремии, сговоримся и каким-то образом его победим. Почему? Потому что ну не может же так быть, чтобы Иеремия был прав, а все остальные были лжецами, теми, кто ходит непроложенными путями. Ну, прямо это разве так возможно, удивляются его современники. еще раз, речь идет вот о чем. Существуют пророки в Иерусалимском храме, священники, связанные с клановым, аароновым священством, существует храм, там какой-то порядок, жертвоприношение, все более-менее отлажено. Ну, при этом еще из-за сложных международных отношений и из-за прихоти царей еще существует, появился в Иерусалиме культ Вала, в котором тоже каким-то образом надо участвовать. Ну, участвуют. Он стал популярным у народа и вместо того, чтобы обличать и останавливать пророки и священники, ну, как-то так попустительски к этому относятся. И один Иеремия только говорит, что это предательство. Вот получается, да, вся рота шагает не в ногу, один только господин поручик в ногу. Но в том-то все и дело, что именно так. Именно. Иеремия говорит правду Божью, а все остальные лгут. И об этом еще еще раз будет идти разговор в следующих главах. Но они хотят прийти переспорить его, прийти и сказать, что ну, мы же тоже не дураки. не исчез же закон у священника. Мы же что-то понимаем и совету мудрого, и слово у пророка. Значит, что-то такое Бог нам говорит, почему ты один идешь поперек всего, наперекор всему. вот вот они хотят голосовать большинством. Все за определенный путь и один Иеремия против. Как помните, в моем детстве был такой мультфильм Баба Яга против. Вот он как это Баба Яга, он один против, а все остальные за. и кто здесь прав. Ну, вот все те, кого в молодости учили демократическому централизму, прости Господи, и все те, кто воспитаны в парадигме выборов. Здесь сталкиваются с некоторым трудным вопросом, потому что с одной стороны действительно электоральный путь лучше, чем любой другой, и единственный более или менее легитимный, а с другой стороны так очень даже бывает в жизни, когда большинство оказывается на стороне ничтожества, когда большинство поддерживают путь подонка, и только кучка людей, жалкие сотые доли процента, иногда, как в случае Иеремии, один на всю нацию, говорят о правде Божьей, но прав оказывается вот такой отщепенец, поэтому принцип большинства, он хоть и лучше других, но все же очень очень уязвимый, и это довольно трудная проблема, то есть, ну, по крайней мере, в историческом плане решение ее пока не найдено. Здесь же в 18 главе заканчивается текст главы тем, что пророк снова молится и говорит, услышь меня, Господи, и услышь голос моих противников, вот, они роют яму душе моей, что я должен с этим делать, хорошо ли, что они воздают мне злом за добро, имеется в виду добро в том, что Иеремия свидетельствует людям о воле Божьей, вот, они роют яму душе моей, поэтому предай сыновей их голоду, они роют яму, чтобы поймать меня, но ты, Господи, знаешь все замыслы их, не прости неправды их. Это очень важная фраза, не прости неправды их, потому, что Иеремия просит не столько о том, чтобы Бог, как старший брат, вмешался и надавал всем тумаков, для него важно, что Бог на стороне истины Бог свидетельствует о своей истине, о которой печется и которой служит пророк Иеремия. Потому они да будут низвержены, что истины твоей нету в них и в том, что они выбирают. истинг 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 Продолжение следует...